Два террориста еще. Кувалку спрятали в пунктах. Мы сначала играли в футбол. Саша нечаянно спорили, мы играли, поворотом просто били. Мы не поймали мячик с другом и попал в забор. Он уже был весь скошен и упал. Потом там кто-то, татар какой-то увидел, там позвонил тем, кто строит, и за нами на БМВ ездили. Мы гонялись. Догнал, потом держал нас там, пока еще какие-то дядьки приехали. Милиционеры допросили, а потом родителей позвали. Учителей, когда меня допрашивали, не было. Попал он в трестутая плита, но там она висела на соплях, может быть. Попал дальше, она упала. Дальше, вы считаете, что это одним днем этот забор поломанный? Что дети взяли кувалду и пришли, начали колотить его, что ли? Не, ну это с октября месяца вот этот забор. Как я вот все ходил, наблюдал все время, что он с октября месяца этот забор все время валился. Смотрю, вот два пролета упало, три пролета упало. А то, что дети, ну что он, вот взял кувалду и пришел, и начал ворота этот бить. Вот этот мальчик. Вот эта, да, Владик? Да. Вот она стояла, вот этих средней, нижней не было, одна вот так вот стояла, перекоченная. Вот он в нее попал, она и ручила. Ну, мы пошли играть на стадион. Владик позвал Егора. Потом мы пошли играть. Саша ударил, а Владик и Егор не поймали мячик. И в плиту попал, но у нас было все уже перекошенное. И потом какой-то татар увидел, и позвонил дядьке какому-то, хозяину рынка. И потом он погнался за нами на БМВ. Егора поймал и посадил в машину. И потом за нами поехал. Ну, там Аким Джефферыч в меня пальцем тыкал. Там, пока он не пришел, все было хорошо, когда он не пришел. А когда пришел, все татары от нас отвернулись. А когда его не было, они наоборот говорили, не плачь, все будет нормально. Одному из родителей, хозяин рынка, говорил, что нам, говорит, все равно, кого мы поймали. Нам лишь бы крайнего найти. Ну, он там сначала нам говорил, ну, признайтесь, это живые, я знаю, все поломали. Ну, по коем-веку это был стадион. Я еще с детства, 38 лет назад, я была еще маленькая. Есть фотография, плакаты, огорожено, лавочки были. Это же самозахват. Они же сами захотели этого, а потом уже решили. Детям вообще негде, в школу там тоже все позабрали, продали, поддомали. Сказать, вот да, вот эта мечеть, да ради бога, стройки. Если бы их вообще этой мечети не было. На территории сельского совета две мечети, а в сельском совете преобладает славянское население, не много ли? Или все такие набожные татары? Я не пойму, что это такое. Есть мечеть в Изюмовке, которая, когда начинает там эти молитвы орать, слышно аж заотважным, наверное. То есть вот это второе, это просто лишнее, забрать у детей единственное. Зовут меня Живак Юлия Станиславовна. Я мама двоих деток, которые здесь 26 января играли в футбол и повредили забор. Ну просто мы когда узнали, мы в принципе узнали практически самые последние. Приехали уже сюда, мы были на работе. Наши дети стояли, трусились от холода, плакали, рыдали. Сотрудники милиции не представились, было уже темно, темновато они не представились. Они сказали, что им искать уже никого не надо, они всех нашли. То есть преступники уже признали, что это они дети, что дети разбили забор. Детей опросили без нашего присутствия. Мужу моему, мы приехали на выезд, участковый инспектор города Старого Крыма, капитан Решитов и следователь Торос. Решитов мужу моему тыкал корочками в темноте, просто говорит, дожалуйтесь, куда хотите, хоть в прокуратуру. Когда старший ребенок у него отпросился, говорит, отпустите меня домой, я переоделась, я замерзну. Ребенка просто никто не отпустил, мы сказали, стой здесь. Самый младший, он теперь боится просто сотрудников милиции. Но ведь человек в форме, ребенку становится плохо. Он начинает слезы на глаза наворачиваться, старший еще как-то держится, а младший вообще очень реагирует на них не так, как надо. Плюс нам еще пришел ответ, и то, как мы поехали, узнали по нашему заявлению на Бекирова. Нам отказали во внесении в реестр досудебного расследования, не найдя тут никакого преступления, просто состава преступления не нашли. Было 16.45 примерно, на работу к нам заехали, сказали, что дети на стадионе. Когда я сюда приехал, то сотрудник милиции, который участковый, старокрымский, он тыкал на детей пальцами и орал истерическим криком, что это вы поломали, вы должны признаться, вы порушили забор. Также то же самое Аким Джафирович говорил. Потом я на две минуты отъехал, забрал жену с работы, сюда подъехал, и опять та же история. То есть с детьми они могут детям указывать, рассказывать. И то есть детям сказали, что вы разломали вот эти там три секции, или четыре там говорили, я уже не помню, что им. При этом Аким Джафирович, вот хозяин вот того магазина, который сзади нас на трассе, детей начал запугивать, что ваши родители там не рассчитаются, одна вот эта плита стоит 600 гривен. То есть дети до такой степени были перепуганы, что просто вот словами передать невозможно. Они даже не говорили. Вот самый маленький, видите, вот этот, который был, шестилетний ребенок, он до такой степени испугался, он не плакал. Он говорить не мог. Аким Джафирович, вот так вот пальцем тыкая на него, говорил, ты, ты сознайся, ты поломал, разве вот это правильно? Приехали опять такие вот эти сотрудники Старокрымского городдела, которые такое впечатление складывается в их работе, что они только крышуют кого-то, они больше ничего делать не могут. Они могут бабушек на базаре пойти погонять, они могут детей тут застращать. Ну, какие-то реальные, какие-то дела, я ни разу не слышал, чтобы они что-то могли делать. Приехали опять-таки татары на этот вызов, который, не разобравшись в этом, он представитель власти, он должен был первым делом оградить детей от этой толпы, истерически кричащие вот этой, воины ислама эти, непонятные какие-то. Они то же самое начали продолжать, что вы такие сяки. Вот этот миллиончик, который хозяин этого магазина, держал этих детей, не отпускал. Дети в спортивном пришли, они в футбол пришли играть, они не стояли пришли на стадион, они пришли бегать. Они, получается, что два часа простояли, опустился туман, они замерзли, у них, ну, ужас, короче. А два милиционера, вот эти, Торос и Решитов, вот они вот именно жестко давили на детей, да, вот вы признайтесь. Вот сейчас реально ребенок, вот вчера приходили опять-таки в школу участковый с помощником со своим, они опрашивали детей на предмет, где они были 27 декабря ночью, потому что 27 декабря ночью кто-то поломал забор. Они спрашивали, не они ли это? Наши дети увидели нас уже там за полчаса до конца всей этой истории, когда уже там начали расходиться, как бы так. Детей просто прессовали, вот взрослые мужики 50-летние прессовали детей так, нашли себе ровню, воины, ислама эти. Если они с такими борются, только с такими могут бороться. Да кто они что, люди что ли? Звери это. Милиционер, следователь великий, он следственные действия проводил, он следы сравнивал ребенка вот эти с теми следами, которые были на плитах. Хотя на тех плитах, вот я их всех лично, и Акима Джафировича, и милиционеров этих отводил, показывал. Вот такие следы 45-го размера, как минимум там по большинству этих плит. Разве это дети ходили? Это, конечно, вопиющий такой случай, когда детей, за то, что они играют в футбол и случайно попали мечом в забор, просто начинают по-жесткому прессовать, психологически на них давить, гоняться за ними на машине. По всему поселку пугают таким образом детей. И все из-за того, что они попали мечом в забор, которым огорожен участок под строительство мечети. Кстати, еще большой вопрос, насколько законно это строительство, которое уже затеяли. Потому что есть решение сессии от 24 марта 2006 года о том, что здесь запрещено возводить какие-либо объекты, проезд транспорта, запрещено все, кроме проведения спортивных мероприятий. И отменили решение этой сессии, другая сессия, другие депутаты, это еще вопрос. Но каким-то образом, как заявляют застройщики, они получили документы на строительство, получили госакт. И непонятно, как все это так быстро произошло и каким образом. Это шемент крошится пальцами просто. Металла нет, он какое-то дерево зато есть. Сегодня мы приехали в поселок Пермайское по событиям, которые произошли 26 января в этом поселке. Когда сотрудники правоохранительных органов, я даже не говорю о их национальности, вероисповедании, в течение этого количества времени, будем говорить так, издевались над детьми, над славянскими детьми. Так вот мне хотелось бы знать, во-первых, решение сельского совета существует ли по выделению земли, это первое. Учитывалось ли это решение, когда оно принималось, что эта земля является стадионом. Вот как я понимаю, в этом поселке вообще уже не остается земли, где бы дети могли бы заниматься. Вот здесь очень много лет живут люди. Куда детям, помимо Феодосии, пойти в вечернее время? Как мне сказали, что территория школы и пришкольные территории выделены уже под строительство частных домов. Единственное место, где можно было бы играть и заниматься чем-то, это стадион. Ну, в каком состоянии стадион вы видите? Это вопрос мы адресуем к нашим властям, которые здесь, на этой территории живут. Почему до сих пор этот стадион не облагорожен? И вот куски земли этой потихонечку начинают уже дербанить для того, чтобы строить что-то другое. Сегодня здесь хотят построить мечеть. Я спрашиваю жителей, здесь компактно в этом месте проживают представители этой религии? Татары проживают? Нет. Они проживают компактно в другом месте. Так почему не строить там мечеть, где люди живут? Это правильно. Если главный предприниматель этого места через дорогу, который имеет магазины, и который, как говорят уже, по-моему, на кладбище немецкое в лес, простите меня, так построите там мечеть, почему нужно сделать там, на той земле, где занимаются дети, где живут люди, не имеющие отношения к этой религии? Я неоднократно говорил, мы не выступаем против представителей других национальностей, мы не выступаем против представителей другой религии. Но, когда эти вопросы решаются в рамке того, что мы хотим и мы сделаем, это недопустимо. Еще более недопустимо, когда сотрудники правоохранительных органов, используя свое служебное положение, используя закон как дубину, третируют детей и их родителей. Значит, здесь я хочу задать вопросы прокуратуре, как надзорному органу. От правозащитной организации Фонд Храмов было направлено заявление в Генеральную прокуратуру. Мы хотим дождаться ответа оттуда. Мы предложили в рамках решения этого вопроса в последнее воскресенье февраля месяца провести здесь сход жителей, провести товарищескую встречу казаков с жителями или детьми этого поселка. То есть все вопросы надо решать не путем угроз, а эти вопросы все нужно решать путем решения людей. И вот как они примут решение, те, кто живут здесь, большинство людей, кто живет, вот это решение должно вступать в силу. Только так, по-другому ничего хорошего не будет. Мы будем этот вопрос контролировать, мы будем смотреть и самое главное требовать от власти конкретного ответа. А те сотрудники милиции, которые были виновны в том, что они прессовали детей, запугивали их, они должны понести ответственность в соответствии с законом. Если этого не будет, у нас неправовое государство и демократия, даже это слово мы поднимать не будем. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дивеса Мы пишем, что мы проверили сн leaf,